Приветствую, друзья! Я Бахтина Елена. И мы продолжаем разбирать мифы о похудении. Ну ладно. Первый миф с вами уже разобрали. Может быть, вместо того, чтобы есть, надо пить, мы уже с вами это разобрали. А второй миф – продукты с отрицательной калорийностью позволяют похудеть. Я, честно говоря, была поставлена в тупик. Как это продукты с отрицательной калорийностью? Мне это вообще непонятно. Но я загуглила. Соответственно, я теперь могу говорить на эту тему. Ну, к продуктам с отрицательной калорийностью относятся сельдерей. Это низкоуглеводный продукт. Когда его ешь, в кровь вообще не приходят углеводы. Ну и белки не приходят, и жиры не приходят, потому что белка очень мало, жиров практически нет. А углеводов 2 грамма на каждые 100 грамм сельдерея. Ну, в общем, и низкий гликемический индекс. То есть эти 2 грамма в кровь точно не придут. Сельдерей, шпинат, огурцы. Я подглядываю, потому что я такое запомнить не могу. Грифрут, морская капуста. Это все крайне низкоуглеводные продукты, которые на самом деле являются нашим с вами пищевым балластом. Вот была бы возможность не кормить нормальную микрофлору кишечника, мы бы вовсе не ели этот пищевой балласт, потому что он нужен для какашкообразования, потому что он нужен для того, чтобы нормальная микрофлора кишечника расщепляла ту целлюлозу, которая находится в этих продуктах низкоуглеводных. Да, собственно говоря, и все. Но нормальная микрофлора – это огромный орган, 1,5-3 кг, который делает нам ферменты для допереваривания пищи, которые выделяют с какашками различные метаболиты, которые нам уже нужны, которые делают для нас витамины. Я сейчас уйду в тему по борьбе с дисбактериозом, вы меня, пожалуйста, остановите. Давайте о продуктах с отрицательной калорийностью. Так вот, я вам должна сказать такую вещь. Те люди, которые считают калории, они вечно ошибаются. И еще одну вещь должна вам сказать. Самым серьезным продуктом с отрицательной калорийностью является куриная грудка. Только не бросайте в меня какашками, все равно все какашки с канала удаляются. Объясню просто почему. Мы это поняли, будучи студентом медицинского университета где-то на втором, на третьем курсе. Как мы это поняли? Когда мы поняли, что такое энергия основного обмена. То есть, если меня сейчас положить в санаторно-курортных условиях, горизонтально, отобрать у меня всю работу, дать возможность просто лежать с полузакрытыми глазами и радоваться этому миру в горизонтальном положении, при этом после еды пройдет 2 часа. Вот это энергия основного обмена. Это то, что я трачу на дыхание, на сердечные сокращения, на допереваривание пищи и так далее. И вот когда нам озвучили, сколько энергии тратится на допереваривание 100 граммов мяса, мы были не то чтобы шокированы, мы были просто потрясены. И мы смеялись, зачем есть мясо, если на переваривание мяса требуется потратить больше энергии, чем мы получим из этого мяса. А почему? А потому что мы уже тогда были умными студентами. Мы понимали, что в мясе нет углеводов, соответственно, эти углеводы не придут в кровоток, соответственно, эти углеводы не превратятся, если они лишние, в жир и не пойдут на жирообразование. Вот о чем мы понимали. Более того, так как в мясе нет углеводов, эти углеводы не придут в кровоток и они не дадут вообще энергии. организм не дурак он не сжигает белок с образованием энергии он этот белок используют на построение клеточных мембран и других белковых компонентов это очень важно понимать в мясе есть белок организм не дурак он не будет сжигать жиры которые содержатся в мясе он их возьмет бережно расщепит на элементарные жиры на простые жиры и из них построить свои клеточные мембраны в общем дело и только если организм не кормить то тогда конечно в расход идут и жиры вы на первом этапе этому можете радоваться потом уже и и собственно говоря белки мы можем расщепить наши белки и из определенного количества аминокислот организм умеет делать просто энергию бросать эти аминокислоты в топку и получать просто энергию но правильнее все таки расплачиваться не белками а жирами или углеводами ну вот такая вот история но что полезного вообще в этой теме с отрицательной калорийностью на мой взгляд то что авторы авторы этой идеи ну как бы слышали звон но не понимают где он но авторы этой идеи говорят ребята есть низкоуглеводные продукты питания если вы будете их использовать то вы не дадите углеводы в кровоток и соответственно вам не у вас вам не откуда будет взять энергию и организм упрется и возьмет энергию из ваших жировых запасов единственное что я вам должна сказать вы не можете использовать только низкоуглеводные продукты питания это называется условный голод когда вы сидите сугубо на салатиках но вы можете на салатиках продержаться сутки ладно двое до самые серьезные из вас вообще без еды может 21 день могут продержаться до а потом выходить на салатики то есть на продлении голода поймите салатики это 0 питательных веществ в вашей крови сала когда вы сидите на салатиках вы занимаетесь самопоеданием и вам нравится когда вы самопоедаете ваши жиры на брюшке и вам перестает нравится когда это самопоедание касается луковиц ваших фолликулов ваших волосяных или когда касается вашей кожи или когда касается вашей мышечной массы и так далее вот тогда вам перестает нравится не так ли поэтому господа вот я вас очень прошу конечно уловок может быть много но организм мудрее меня вас все все медицина на самом деле это одно не знаю детский сад 2 группа вот по мудрости организм очень мудрая штука и если его где-то обделить если его где-то надуть его где-то обмануть это возможно на кратком промежутке да организм отдаст до организм прогнется и перестроиться но он запомнит и в следующий раз та же самая голодовка тоже самое условное голодание она вам даст эффект значительно меньше а откат значительно больше сколько раз вы голодали сколько раз вы сидели на ограничительных диетах то на такой то на то на эдакой и каждый раз ведь был возврат есть единицы людей которые поголодали или побыли на какой-то диете зафиксировали этот результат и потом на правильном а это физиологическое питание правильное питание это физиологическое питание угодное организм застабилизировали этот результат и несут его вперёд по жизни. И это единицы. Я стою на чём? Ребят, давайте просто поймём, что организму нужно. Ему нужна-то суточная норма белка, суточная норма воды. Ему нужно то количество углеводов, которое соответствует вашей активности на самом деле. Если вы имеете лежачий образ жизни, то вам не надо много углеводов, и еды вам много не надо, вы себя не перестраиваете. Если ваш образ жизни фигура здесь, фигура там, одна нога в Москве, другая в Петербурге, то, конечно, вам нужно большее количество питательных веществ и энергии в этих питательных веществах, то есть углеводов. И это всё можно определить по, извините, своей талии или по отражению в зеркале. Но талия – это более научный способ. Возьмите и померьте талию. Если на больше 80 см у девочки, больше 94 см у мальчиков, то вам нужно прочитать одну-единственную книгу. Другие можете не читать. Книга называется «Старости нет, как оставить своего доктора без работы». Да, я её написала, имею право на рекламу, ничего страшного. Но эта книга постройнела, не похудела. Худеть – от слова «худо», а стройнеть – от слова «строить». Она отстроила огромное количество тел. Моё, Юрина, вот он сейчас держит этот прибор, который меня записывает, и большое количество других тел. И вы знаете, когда идёшь по физиологии, никаких откатов. Вы всегда вкусно кушаете. Вы можете это знание, этот стиль питания передать по наследству. Потому что вы-то можете, конечно, поголодать. Но вы не можете заставить своего ребёнка, 10-14-летнего, голодать. Это не то знание, которое надо передавать по наследству. А по наследству нужно передавать что? Грамотные пищевые привычки. Надеюсь, была полезна. Следующий миф будет скоро. Я придумаю какой. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова